Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. Друзья, и сегодня у меня такое для вас видео, да и многим, наверное, оно будет полезно, таким же людям, как я. Сегодня я вам расскажу, друзья, о массовом воровстве каналов на ютубе. И вообще, как быть, что делать, если у вас украли канал? Ну, во-первых, конечно же, не надо опускать руки. Да, конечно, настроение будет под ноль. И, так как у меня, когда у меня канал был украден, я сейчас вам расскажу, что делать, как быть. Вот, не знаю, может, мои рекомендации вам не помогут, но я также смотрел блогеров, геймеров, ютуберов, и их рекомендации мне помогли. И сегодня я тоже хочу вас предостеречь от массового воровства каналов на ютубе. Давайте я вам расскажу, как вообще это делается на своем примере. В принципе, на этих примерах попадались многие. 22 января мне на почту, не на гугл почту, а на мейл, мне пришло сообщение. Вот смотри, сейчас ты его можешь посмотреть. Вот такого плана. Что якобы в моих видео есть какой-то спам, и нужно пройти по этой ссылке, и там что-то исправить, либо удалить видео. Если вы этого не сделаете, там все по-английски написано. Если вы этого не сделаете, то в течение 24 часов ваш канал будет заблокирован. И, конечно же, ты сразу же пугаешься и переходишь по этой ссылке. В принципе, что я и сделал. Еще какого рода ссылки могут вам прийти? Вот, например, такого рода. Вот AdSense. Что там тоже какие-то... Нужно что-то поправить, не знаю, что-то сделать. Переходишь ты, короче говоря, по этой ссылке, и автоматически все пароли твоего Google ящика, да, пароли твоего YouTube канала, они автоматом переходят в руки мошенников. Самое простое, как распознать и узнать, что это мошенники, друзья, мошенники не... Вернее, поддержка и YouTube никогда вам не будет писать на mail. Никогда. Запомните. Она всегда будет писать вам только на Google ящик. Как только вы перешли по этой ссылке, друзья, все. Все. Считайте, вашего канала через 24 часа не будет. Все пароли сразу же улетают к мошенникам, они автоматически в вашу почту и ваш канал прикрепляют на свою почту. И через 24 часа вы лишаетесь канала. Через 24 часа вам приходит оповещение, что вы больше не владелец вот такого рода страшное письмо. Вы больше не владелец канала. Вот. Еще такая деталь. Заметьте, если вам приходят такого рода письма. Да, конечно, все по-умному сделано. Там написано YouTube, да. Но там с такой почты приходит, ну, я не знаю, там может быть написан там даже Mike Tyson собака gomail.com. Обычно приходит IT, googlepartner.com, ну, собака.com, либо youtube.com, без всяких там имен. Вот. Короче говоря, друзья, что делать в этом случае? Если вы прошли по этой ссылке и у вас украли канал, не надо опускать руки. Сразу же меняйте все пароли, ставьте двойную аутентификацию, боже. Желательно сейчас, вот если ты смотришь это видео, то и даже если у тебя не украли канал, делай сейчас это. Лишним это не будет. Хотя я знаю, что многие мошенники, они с помощью этой программы, эта программа вообще стоит где-то около в районе 300 рублей. И мошенники даже, бывает, обходят двойную аутентификацию. Короче, меняй пароли, ставь двойную аутентификацию и сразу же пиши, пиши на форум, в гугл. Все ссылочки в описании, пиши в поддержку. И что немаловажно, пиши в твиттер. В твиттер там тоже есть ютуб, короче говоря, группа, скажем так, да, тоже. Они, ребята, там быстро отвечают. Вот, как только вы, вам надо, причем вам надо полностью описать всю проблему, когда украден канал, какие изменения произошли на канале, сколько подписчиков, сколько было просмотров, какие видео, какой тематики ваш канал, когда был создан. Чем подробнее вы опишите, тем быстрее вам ответят и тем быстрее вам вернут канал. Мне канал вернули за полтора месяца, то есть у меня 22 числа украли канал, 6 марта мне канал вернули. Вот. Ну, всем по-разному, друзья. Кому-то возвращают, я смотрел и переписывался со многими блогерами, ютуберами. Кому-то возвращали канал за неделю буквально, кому-то за там 2-3 недели, а кому-то за 4 месяца. Каналы возвращают, но бывает так, что каналы не возвращают, но не нужно сейчас расстраиваться. Самое печальное в этом, это то, что приходится долго ждать. Да, это время. Это время, потому что... Почему так долго возвращают каналы, я вам сейчас объясню. Потому что массовое воровство, начиная с 2019 года, с июля месяца началось. Вот. И, ну, как бы среднее такое воровство было, но начиная с декабря 2019 и по сей день, очень массовое воровство ютуб-каналов идет. Вот. Поэтому ютуб-каналы воруют и на англоязычных. Там, не знаю, да? Англоязычные каналы воруют. Поэтому ты представь, сколько каналов, и каждый нужно разобрать. Кстати, можете написать также Дмитрию Шишкину. Я не знаю, я ему писал, как мне советовали. Он мне не ответил до сих пор. Ну, канал уже вернули, но он мне до сих пор не ответил. Я не знаю, возможно, он уже там не работает, поэтому... Ну, попробуйте, напишите. Вот. Если у вас украли канал, и вы заметили, что у вас какие-то изменения, мошенники начинают заливать туда там порно, не знаю, какие-то китайские шоу, вот как было у меня, заливали японские шоу, естественно, это нарушало права ютуба. Он показывал там новости, и канал заблокировали буквально через неделю-две. Он там денег заработал. На моем канале, на моей монетизации. Это ничего страшного, даже если ваш канал заблокируют. Ребят, если вам ответили, спросили... Вот вы написали в поддержку там, да, либо на форум, либо в твиттер, и вам ответили, пришлите все данные, вы описали все полностью. Если у вас были стримы с вашим лицом, то есть вы вели стримы там, либо какой-то, ну, блогерством занимались ваше лицо, то обязательно вышлите, скопируйте эти видео, вышлите их в службу поддержки. Запишите также то, что вы говорите на видео, и это тоже скопируйте и вышлите в поддержку. Поэтому это большой факт, что канал вернут вам быстрее. То есть мои стримы были с лицом, поэтому я снял то, что как я вел стримы, свои, ну, игры, да, обстановка, мой голос, я отослал. Вот, то есть шанс велик, что вам быстрее вернут канал. Если канал вам заблокировали, то есть, ну, о чем я говорил, да, там они начали заливать какую-то херню на ваш канал, не расстраивайтесь, канал вернут. Вам вернут канал, вас попросят. Не надо, кстати говоря, не советую писать им каждый день, потому что специалисты очень заняты, много взломов каналов. Вот, поэтому, если вас что-то спрашивают, я вот, допустим, писал раз в неделю. Каждую пятницу я спрашивал, очень хороший специалист Дина, ей очень огромное спасибо. Она работает, видимо, в нашем российском, я не знаю, Ютубе, в Гугле. Вот, ей очень огромное спасибо. Я до сих пор с ней веду беседу, бывают какие-то проблемы. Вот, то есть не надо постоянно писать, когда вернут канал. Написали, ждите ответа. Вам напишут, ответят всегда. Если что-то будет новое, что-то по вашему каналу, вам ответят обязательно. Вот. Короче говоря, если на вашем канале Страйк вас попросят... Прежде чем, если вам, короче, друзья, смотрите, если вам написала поддержка, что взлом подтвержден, ребят, стопроцентный возврат канала. Вас попросят создать бренд аккаунт. Вы создаете новый канал, высылаете поддержку. И там, я не знаю, как у вас, мне через неделю прикрепили мой канал на мой бренд аккаунт. Но он был со страйком, поэтому я вновь описал всю проблему и еще ждал целую неделю. И в 5 утра, через неделю мне вернули канал. Конечно, были какие-то ограничения. Вот буквально 3 дня назад я залил 3 видео на канал. И 3 моих видео удалили, потому что... Алгоритм Ютуба посчитал, что канал мне еще как бы не вернули, и мошенники начали заливать опять видео. Но я написал в поддержку, и видео мне восстановили. То есть, вот такой момент, ребята. Никогда не переходите на эти ссылки. Никогда, ребят. Запомните. Google поддержка Ютуб никогда не будет вам писать на mail. Будет всегда писать вам на Google почту. Еще какого вида рода бывают воровства каналов. Допустим, у вас раскрученный канал. Бывают ВКонтакте, там, да, либо, не знаю, в какой-то соцсети вам присылают. Человек, слушай, давай прорекламируй, там, допустим, какую-то программу, игру, а я тебе там хорошую сумму скину, да. То есть, ты смотришь, он тебе там предлагает 5000, там, 3000 за преролл, там, да, 20-секундный. Ты такой, ну, блин, а почему бы нет? Ты соглашаешься, вот. Он тебе, типа, скидывает файлик. Слушай, ну, давай пройди вот этот вот файл нашей программы. Посмотри, оцени, сделай прерольчик, там, либо файл игры, да, скачай, установи. Как только ты переходишь по этой ссылке, все, хана. Тебе кидают трояд на твой компьютер и все пароль твоего компьютера, да, также всех. Google почта и YouTube там без разницы. Даже до сбербанковской карточки, да, ходит. Они полностью уходят к мошенникам. Никогда этого не делай. Вот. Чтобы избежать этого, я тебе советую скопировать эту ссылку, которую он тебе кинул, да. Вот, слушай, вот игра, давай прорекламируй ее. И вставь ее в Google поиске, либо в Яндекс поиске. И посмотри, тебе сразу выведется, что, допустим, такой ссылки не существует. Либо там бывают форумы, тебе напишут, ну, там, форум, ты заходишь, а там, это ссылка. Вот, мне скинули ссылку, а это спам, либо троян. То есть, никогда не ведись на большие деньги. Не надо. Я вот даже на своем канале сейчас не буду делать рекламу, дабы не попасться на этом мошенничестве. Ребят. Короче, все ссылки, ребята, в описании. Если кто-то столкнулся с этим, не отчаивайтесь, боритесь, надейтесь, не опускайте руки. Вот, если будут, друзья, какие-то у вас вопросы, пишите мне в ВКонтакте, в группе ВКонтакте. Все ссылочки в описании, ребят. Чем смогу, тем помогу. Вот. Никогда, ребята, не отвечайте на какие письма и не переходите ни по каким ссылкам, ребят. Все, друзья, надеюсь, вам это видео помогло. Желаю вам всем восстановления каналов. Всем пока, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok